Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы с вами будем рисовать одежду для маленьких детей от 1 до 3 лет. Вообще у детей нужно помнить, что пропорции тела очень сильно меняются. И размер головы относительно размера тела у маленьких детей большой. Чем старше ребенок, тем больше он приближается к размеру головы пропорциональному размеру взрослому. То есть это где-то 1 восьмая или одна голова умещается в 7,5 раз в рост. Соответственно, у маленьких голова большая, у больших голова будет меньше именно пропорционально. У меня здесь шаблончик 1-3 года, называется он у нас Кит. То есть ребеночек уже стоит, но еще пропорции такие совершенно детские. И сегодня я буду рисовать девочку. На этом шаблоне можно рисовать как мальчиков, так и девочек. Шаблоны есть у нас на сайте, их можно скачать. Ссылочка будет под этим видео. Буду рисовать девчачье платье. Давайте мы с вами начнем. Заблокирую слой с шаблоном. Рисовать я его буду только с лица. А по этому спинку я сейчас удалю и там будет у меня цветной эскиз на месте спинки. Все. Это мы заблокировали. Выбрали новый слой. Инструмент перо. Перо черным цветом. Толщина 1 сантиметр. И без пунктира. Теперь я приближаю мою фигурку. У меня будет пушистое платье из фатина. Объемная многослойная юбка трехслойная. Бант. И такая достаточно простая оформление. Верху с руковым фонариком. Ну, то есть такое, скажем больше, нарядное детское платье. Давайте мы начнем его делать. Во-первых, сделаем основу. Вот она линия талии. Детки, в отличие от взрослых, еще не имеют столь выраженной линии талии, бедер и груди. Поэтому у них животик даже часто более объемный. И здесь нужно помнить, когда мы с вами говорим о маленьких детках, многие из них еще ходят в подгузниках. И таким образом, размер попки с подгузником у, например, малыша годовалого и малыша, которому уже три года, но он уже без подгузника, для одежды может быть одинаковый. И вот у нас, когда разрабатывалась детская одежда в соседнем отделе, я именно с детской не работала, я помню, что на манекенах всегда были одеты подгузники. Потому что все-таки малыш в подгузнике, и нужно понимать, как это будет смотреться именно в сумме. То есть не просто так, что вот у нас есть ребенок, и мы хотим, чтобы на нем то или иное изделие хорошо смотрелось в трусиках. Потому что ребенок будет в подгузнике, это всегда увеличение объема. В нашем случае, к нашему эскизу, это будет иметь очень такое посредованное отношение, в силу того, что при пышной юбочке платьица, ну как бы тут все равно, по сути, какая, что там внизу, потому что туда можно и колготочки одеть, и лосины, и просто носочки с туфельками, если жарко. То есть это вообще не играет роли. Попка обязательно туда уместится. Но имейте это в виду. То есть если вы вдруг рисуете на маленького ребенка от года до трех, а детки по-разному вылезают из памперсов одежку, то вы должны изначально задавать объем в попе, то есть вот он есть, да, и еще прибавлять объем на памперс. Это обязательно условие. У меня нарисован без памперса шаблон, но вы должны это помнить. То, что с детской одеждой там тоже очень много нюансов. Например, у них достаточно тоненькая шея у деток. И обычно всегда есть дополнительная застежка либо по спинке, либо по плечику. А в противном случае вы просто ребенка в одежку не запихнете. В силу того, что голова очень большая относительно остального тела, относительно ширины шеи. Иначе дырку нужно будет очень широкую делать. Поэтому эти застежки тоже всегда нужно иметь в виду. Вот мы с вами нарисовали. У меня платье будет с поясочком. Соответственно, поясочек. На поясе будет бант. Специально не стала его рисовать симметричным. Хочу, чтобы он был более живым и смотрелся более интересным. То есть вот пояс, атласный пояс. На нем бант. Сейчас мы его нарисуем. Это не значит, что это завязанный бант. Это декоративный бант, который может быть однослойный. И у него здесь не будет петельки. На детских вещах такое употребляют. Потому что необязательно вещь должна быть именно декоративно-функциональная. То есть она вполне может просто иметь декоративную функцию. И не более. Поэтому здесь нужно просто эти моменты учитывать. И все будет хорошо. Но складочки все равно у нас будут. Потому что здесь у нас с вами присборено. И соответственно вот так. И вот так. Что у меня получилось? Смотрите. Это складочки, отображающие тени. Сейчас мы их сразу с вами закрасим заливкой. Вот так. И вот на эти складки дадим побольше непрозрачность. Чтобы они так вот у нас чуть-чуть просто показывали. А на эти поменьше. Таким образом будет показано то, что бантик такой объемный. Можно туда еще добавить несколько усиков. Что я подразумеваю под усиками. Это нарисовать действительно линию, которая будет обозначать нашу с вами складочку. И показывать то, что бантик вот такой. То есть просто чуть-чуть больше времени уделяем элементу. И вообще те, кто занимается детской одежкой, у них как правило уже есть библиотека отрисованных всяких фенечек. Маленьких нашивочек, пуговичек, бантиков и так далее. То есть для них это постоянная история. И они даже могут не рисовать это. Просто вскрывать либо библиотеку символов, либо файл, в котором хранится вся эта красота. И соответственно уже просто только употреблять эти элементы, ничего более с ними не делая. Вот такой у нас получился с вами бантик. Я бы сейчас вот что сделала. Я бы взяла вот эти точки и подняла бы их чуть-чуть наверх. Чтобы он был пошире, на мой взгляд это будет более мило смотреть. Вот такой. То есть я расширила и пояс, и все остальное. Теперь блокирую этот слой. Юбочку нарисую на отдельном слое. А потом ее солью с тем. Юбочка у меня будет пушистенькая. Но не в пол. Потому что деткам в пол юбки это неудобно. Сейчас я вот так вот ее сделаю. И посмотрю. Соответственно ее объем, ее размер. Где я попала, где я не попала. Точки все подвину. То есть вот так. Вот так. Теперь смотрите. Вот это кривизна низа. Это вот не очень здорово, не очень красиво. Есть такой инструмент сглаживания. Я про него рассказываю в курсе. Здесь я по-моему тоже уже его упоминала. Он позволяет сгладить то, что у нас с вами получилось. Вот это первый слой нашего платьица. Давайте сделаем еще один слой. Так, все-таки вот у меня мысли меня не оставляет о том, что надо вот эту штуку сделать повыше. Сейчас я выберу банты вот эту. Их просто вот, вот. Вот так намного лучше. То есть видите, я пропорцию сразу регулирую по эскизу. Вот, да, да. Вот так пропорции мне больше нравятся. То есть вот где будет пояс, оно очень много зависит. Так. Следующий слой. Трехслойную я буду делать. Соответственно, вот я ее опять рисую. Чтобы у меня получился вот этот дополнительный объемчик. Так. И еще один слой. Обязательно нужно, чтобы оно попадало не слой. Смотрите, если вот так слои будут между собой по низу перемешиваться, они как раз и дадут вот этот вот эффект объема. Мы потом под низ это поместим, и все будет хорошо. Так, давайте я юбочки теперь войду вот в эту нижнюю юбку. Это очень легко понять, какая из них нижняя. Вот это. Двойной клик. Вошла в режим выделения. В режим изоляции. И теперь работаю только с этой юбкой. Что я хочу сделать? Я хочу к этой юбке добавить теневые аспекты. Но эти тени я не буду никак закрашивать, а просто добавлю объекты. Зачем это нужно? Поскольку сетка из фатина, в те моменты она будет полупрозрачная. Соответственно, в те моменты, когда я буду закрашивать какие-то детали, те детали, которые обозначены у меня как тени, будут закрашиваться двойным слоем. Ну, то есть, получится наложение одного цвета на другой. И она приобретет дополнительный объем. Сейчас я все это покажу. Просто сейчас тенюшки разложу, которые здесь будут. И вы сейчас увидите, как это все будет работать. На черно-белом эскизе, увидите, это будет достаточно сложно. А вот на цветном эскизе это будет уже очень хорошо видно. Вот так и вот сюда давайте еще вот так. То есть, оно сейчас, вот эти все слои, они соберутся. Так. Мы можем юбку с вами поместить просто под низ, сам слой. И видите, все достаточно такое, ну, жесткое. Не самого красивого вида. Даже в черно-белом эскизе мы можем задать светло-серый цвет с непрозрачностью. И уже будет эффект такой вот пушистости. Единственный минус, когда мы это задаем, то у нас с вами и цвет контура тоже становится непрозрачным. Поэтому разумно создать верхний контур и сделать его полностью непрозрачным, чтобы обозначить, что вот так вот у нас расположены складки. Давайте мы теперь перейдем к цветному эскизу. Я все вместе выбираю и копирую по соседству. Видите, у меня там много слоев. Первый слой синим подсвеченный. Это вот он первый слой. Вот оно все подсвечено, каждое на своем слое. Сдвигаю в сторону с Shift, с Alt и вот оно скопировалось. Сейчас еще чуть-чуть подвину в сторону и чуть-чуть расширю монтажную область. У меня здесь монтажная область стандартного размера А4. Поскольку у нас не влезает, я ее чуть-чуть расширю. Если вы готовите эскиз под печать, то вам нужно его ориентировать на формате А4. То есть тут такая вот сложность есть. Так, я хотела палево-розового цвета такое сделать. Прямо девчачье-девчачье платье. Сейчас мы выбираем цвет. И я его здесь подберу. Есть еще один нюанс, который я для этого платья задумываю. Я его сейчас вам покажу, когда мы прокрасим его в цвете. Так, этот цвет я закидываю в палитру, чтобы он у меня был. Верхний слой снимаю. Убираю с него заливку. Вот, видите, мы видим внутренние слои. Теперь из этих внутренних слоев нужно выбрать все, что обозначает слои, а вот отсюда убрать цвет контура. И вот то, что я вам говорила. Вот эти вот складочки, которые есть, они как раз нам и дали вот эту вот игру. Верхний слой тоже сделаем заливкой. Вот так вот, смотрите, это все будет выглядеть. Так, я бы вот этот слой, который с заливкой, даже бы убрала. Сейчас так. Вот. Он будет смотреться более мягко. То есть на черно-белом эскизе, когда цвет контура есть, это здорово. Здесь как бы он уже не нужен. Соответственно, здесь у нас с вами гладкий цвет. Здесь тоже гладкий цвет. И бантик. Он может быть того же цвета, он может быть немножко другого цвета. Более красноватый. То есть это уже пошел дизайн. Нет, так мне не нравится. Или наоборот, более светлого цвета, кремового. Вот, вот так. Хорошо. И то, что я вам говорила, что я хочу сейчас еще кое-что добавить. Во-первых, здесь мы убираем цвет вот этой заливки, который нам не нужен, который остался. Вот так. То, что у нас вот здесь серым сделано, смотрится достаточно грубо. Поэтому я выбираю как основной цвет. Выбираю цвет заливки. Теперь и сделаю чуть потемнее из цвета основы. Вот, сейчас вот эту непрозрачность мы уберем. Получается все более мягко. То, что я и хотела. Вот так. Можно добавить потом еще блестящие пятнышки, если мы понимаем, что это у нас атлас. То есть вот здесь вот добавляем атласные пятнышки. Они сейчас будут белыми, потом мы дадим легкое размытие и будет полное ощущение атласа. Так. Белые. Цвета контура у нас нет. Эффект. Размытие. Размытие по гауссу. Вот. И можно дать здесь небольшую непрозрачность. Вот таким образом. То есть у нас с вами получилось такое вот платье. Можно немножко цвет подредактировать. Именно этот. Смотрите. Так даже намного удобнее работать, когда вы этот один цвет можете перекрутить. Да и в целом можно потом платье перекрасить. Нет, я не буду перекрашивать. Нормально. Так вот. На самый верхний слой я хотела сделать еще один момент. Я хотела сделать жемчужинки. Соответственно, нам нужно с вами нарисовать жемчужинки. В программе Adobe Illustrator очень долго нам было практически невозможно нарисовать... Ну, действительно сделать какой-то цвет градиентный и убрать его в заливку. Сейчас это стало можно. Вот. Но если вдруг у вас по какой-то причине это не получится, то придется тогда, конечно, немножко повозиться. Давайте мы сейчас сделаем. Хочу жемчужинку, чтобы она все-таки так переливалась. Вот жемчужинка. И здорово, если под ней будет маленькая тенюшечка. Так. Как мы рисуем тенюшечку? Темным цветом. Монтаж на задний план. Вот она тень. Мы ее выбираем. И, конечно, ей просто даем правильный уровень непрозрачности. Она тогда нам будет давать дополнительный объем. Вот. Такая вот жемчужинка. Ее так лучше будет видно. Она должна быть у нас маленькая. А и нам нужно, чтобы они были у нас соответственно раскиданы по рапорту. То есть как-то вот так вот они непонятно как повторялись. Вот так. То есть вот такие жемчужинки. Создаем из них заливку. И проверяем, как эта заливка будет смотреться. Видите, вот здесь есть наложение. Положение. А так. Можно. Соответственно, немножечко поддернуть. Подкорректировать, чтобы было все более равномерно. Вот. Видите? Ну, оно получилось достаточно равномерно. Говорим, что готово. Заливка у нас с вами создалась. Куда мы теперь это все будем применять? Я скопирую слой юбки. И на этот слой залью соответственно наши с вами жемчужинки. И помещу обратно их на юбочку. Здесь надо помнить, что у нас непрозрачность. То есть они просто расшиты. И они вот, на мой взгляд, получились достаточно крупные. Сейчас мы их немножко сделаем более равномерными. Помельче в смысле. Так. Мне нужно только узор. Вот. Соответственно, такая вот штучка у нас на юбочке. Можно сделать более плотную. Можно более разреженную. Ну, в общем, это на ваше усмотрение. Вот такое у нас получилось платье для девочки. Нарядное. Многослойное. С дополнительным элементом в виде бусинок. Бусинки, опять же, можно поменять по цвету, если вам это необходимо. Мы можем зайти и здесь сделать того цвета, которого вам нравится. там зеленые, красные, голубые. А какие больше подходят. То же самое можно, смотрите, все вместе. Сделать копию. У нас там бусинки остались. Сейчас я их сотру. Это вот мусор, который не надо так делать. остатки заливки. Надо все это удалять, чтобы никакого мусора на эскизах не было. Вот. И поскольку у нас такое платьице, например, я хочу, чтобы у меня это платье было еще и в другом цвете. Это, на самом деле, очень частая практика, когда действительно разрабатывают эскизы, то делают один эскиз, разрабатывают на него лекало, но потом просто меняют цветовую гамму. Соответственно, вот мы можем их даже два вместе посмотреть и тот цвет, который для нас покажется более актуальным. есть девочки, которые любят розовый цвет, есть девочки, которые не любят розовый цвет, и мы можем, соответственно, любой другой цвет здесь подобрать. Там желтый, зеленый, синий, голубой, тот, который нам нравится. Вот смотрите, очень такое интересное сиреневое платье получилось. Я могу оставить, и вот у меня уже два платья, то есть сверху какой-то слой расклеены там, может быть, это жемчужинки, может быть, это блесточки, но это уже можно прям нарисовать конкретно потом, какую ткань вы сможете приобрести. Или там, если это будет ручная расклея, ну хотя вряд ли логичнее в таких платьях все-таки использовать готовые варианты. Вот нарядное платье для маленькой модницы у нас получилось. Так что я вам показала работу с детским шаблоном, она не сильно отличается от взрослого, практически ничем не отличается, за исключением вот того момента, как я вам озвучила, что действительно нужно помнить, если что-то обтягивающее дети в подгузниках, нужно объем добавлять, а соответственно все остальные приемы вот вам показала, как это может смотреться и как это будет выглядеть. Пробуйте, делайте. Мы еще с вами порисуем деток, и меня просили порисовать мужчин, мы обязательно тоже ими займемся. Я хочу сейчас нарисовать разных деток, а после этого уже будем заниматься мужской модой. Можете написать, что конкретно вам было бы еще интересно порисовать. На этом все, до скорых встреч, пока-пока.